Как всегда, аншлаг – пройти можно только с трудом. Сегодня всё образовательное сообщество Полевского собралось вместе, чтобы продемонстрировать свои наработки в области профориентации. Это тема номер один по всей стране. В этом году тема профориентации выбрана не случайно. Во-первых, в наших образовательных организациях 6 по 9 класс ведёт новый курс «Россия и мои горизонты», посвящённый профориентации. Эта работа всегда остаётся в повестке и дошкольных образовательных учреждений, и школ, и учреждений доп. образования, так как готовить ребят будущей жизни к новым их достижениям – это, конечно. Тема выставки уже была заявлена несколько лет назад. Сегодня к ней вновь вернулись, и это не случайно. Встать на профессиональный путь, начиная со школьной парты – решение правильное. Оно должно быть чётким, выверенным и последовательным. Управляющий директор Северского трубного завода Дмитрий Марков сам с лёгкостью выбрал свою будущую профессию. И сегодня он рекомендует старшеклассникам, чтобы они стали хозяевами собственной судьбы. Чем раньше, тем лучше определиться в жизни. Тем более сегодня огромный информационный поток, его надо как-то переваривать, и для этого нужно просто время. Ну и потом, сегодня огромное количество возможностей и вариантов. Поэтому действительно, чем раньше, тем лучше. Проект «Точка опоры» – это один из грамотных вариантов по поиску профессии будущего. Он помогает ребятам попробовать свои силы в любой сфере – от педагога до журналиста. Здесь, в Петровском зале, в рамках выставки проходит публичное выступление лучших участников проекта. Их презентации заметно отличаются от других своей индивидуальностью. С первых слайдов видно, что ребёнок относится серьёзно к своему делу. Арина Чижова в течение месяца регулярно посещала телерадиокомпанию «Одиннадцатый канал». Это были не экскурсии. Девушка стала полноценным участником процесса по созданию новостей. Ученица восьмого класса школы номер четырнадцать говорит, что её профессия была определена с детства. Если вы спросите, почему именно эта профессия увлекает меня, отвечу вам просто – журналистика вшита в моё ДНК. Всё, что вы видите в вечернем выпуске новостей, это снято моим папой. Он – видеооператор. А моя мама уже в течение двадцати лет говорит. Добрый вечер, уважаемые полевчане. Она – редактор службы новостей на «Одиннадцатом канале». Узнав больше о профессии родителей, я смогла себя попробовать в роли и видеооператора, и корреспондента. К слову, Арина заняла первое место во втором этапе проекта. По словам жюри, она честно заработала высший балл. Другие участники тоже постарались, проявив себя в самых разных профессиях – лаборант, камнерез, предприниматель. Рады сегодня были их приветствовать у нас в гостях и рады были послушать о том, какая профессия им интересна, и вообще, как они себя ведут, как они говорят, на что они обращают внимание. Потому что сейчас мир вносит свои корректировки, и очень интересно посмотреть, какой свой профессиональный выбор делают именно подростки. Организаторы проекта «Точка опоры» отмечают, что профессия рабочего вновь становится популярной. Сегодня любому современному предприятию необходимы высококвалифицированные кадры, которые будут легко решать производственные задачи без труда, осваивать новые компетенции и разбираться с современным компьютеризированным оборудованием. Полевской многопрофильный техникум имени Назарова во всеоружие готов обучать ребят этому. Второй год он работает по программе «Профессионалитет», которая направлена на подготовку за короткий срок специалистов узкого профиля. Сегодня поставлена задача президентам Российской Федерации и министрам просвещения о том, что мы должны начинать профориентацию самого детского возраста. Мы должны объяснять детям, что есть такая профессия в условиях того, что сегодня экономика страны нуждается в высококвалифицированных специалистах. То есть сегодня Полевская многопрофильная техника тоже участвует в этой выставке, я считаю, что это правильно. Мы должны сегодня рассказать о тех актуальных направлениях, которые сегодня готовит образовательная организация, потому что мы должны, еще раз говорю, детям рассказать, что любовь к профессии надо с самого детства поднимать. Полевские дошкольные учреждения любят тему ранней профориентации. В игровой форуме во время образовательного процесса воспитатели знакомят ребят с тем многообразием специальностей, которые есть сегодня в мире. Как раз сейчас детский сад номер 65 проводит мастер-класс по созданию птицы из фетра. Детали самые простые, задание тоже несложное. Но главное во время процесса включается фантазия ребенка. А это главное для креативного дизайнера. У нас птица счастье, птичка, совушка, хозяйка леса. И снегирь, который выбирает один дом и прилетает всегда на одно и то же место. Но как это связано с темой выставки, профориентация? Профориентация, ну дизайн, чтобы они ориентировались по цветам, по форме. Глава города, прогуливаясь по выставке, внимательно изучал креативный подход образовательных организаций. Особенно его привлек стенд техникума, где с помощью виртуальных очков можно было попробовать себя в роли сварщика. Сейчас вспоминал свою производственную деятельность. Я думаю, что выиграл бы в конкурсе на умение паять печатные платы с микроэлементами. А сваривать металл у меня никогда... Я один раз пробовал, ну примерно похожая история. Но здесь ты ничего не портишь, ты тренируешься, руку набить можно. А потом уже браться за настоящий материал и оттачивать свои навыки. Поэтому желаю всем попробовать. И самое главное, если слышат и видят дети, строить свои планы на будущее вместе с педагогическим сообществом нашего города. На таких выставках уникальная история. Школа лицей номер 4 «Интеллект» тоже пошла по современному пути. Для всех желающих коллектив образовательного учреждения подготовил небольшой тест-драйв по управлению беспилотным летательным аппаратом. С виду обычный игровой джойстик. Но все не так просто, как кажется со стороны. Очень интересно, но и немного сложно. А в чем сложность? То, что надо все время управлять и следить за всеми параметрами. Здесь управление и создание летательных беспилотных аппаратов, которые мы представляем для того, чтобы дети попробовали себя виртуально сначала. Затем в марте планируем реально пробовать уже это. Ну и на будущий год выходить уже на федеральный грант, для того, чтобы совместно с лабораторией будущего действительно развивать это направление по беспилотным летательным аппаратам. Творческая составляющая на выставке «Шаг в будущее» была замечена на каждом презентационном стенде. Даже выступление совместной команды работников Северского трубного завода, детей и преподавателей политехнического лицея номер 21 «Эрудит» идеально вписалось в концепцию мероприятия. В рамках выставки также прошло награждение детей, занявших призовые места в Олимпиадах. Были подведены итоги проекта «Я блогер». Проведено множество мастер-классов и полезных встреч. Организаторы уверены – каждая профессия важна, каждая специальность нужна. В Полевском найдет свое место любой – учитель, медик, спортсмен и, конечно, столевар. Ольга Демьянец, Сергей Чижов, Новости 11 канала.